итак ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш похоже слугам умору это великолепная игрушечка фактуре основном красторе 2 и space exploration за кадром как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие маломальски в какой-то степени изменения я очень много провел вот здесь в самом первом месте где производится космические биологические колбочки и вот что я здесь изменил для начала я решил разобраться с биоотходами как же их добывать и как же все-таки их производить и оказалось это безумие просто все-таки у нас здесь есть рецепт который позволяет нам их воспроизводить и видоумножать вот эти биомассы которые здесь производятся благодаря витамиланджу можно помещать в биохимический центр и также совмещая это с космической водой мы получаем биоотходы в гораздо большем количестве нежели затрачиваем для получения биомасс таким образом у меня получилось размножить биоотходы для приемлемых мне масштабов и потихонечку производства здесь пошло в очень в очень хорошем режиме следующий момент который мне пришлось здесь изменить это перепроизводство витамиланджа как я уже и говорил к сожалению нету такой системы которая позволила бы мне пряный витамиландж сюда отправлять и это на самом деле ты не нужно главное здесь мне умножить и что вот это вот темно-зеленого витамиланджа чтобы я мог пряный витамиландж здесь иметь больших объемах и вот сейчас он мне потихонечку очень медленно но тем не менее эффективно здесь все воспроизводится я сделал это такой системы что здесь стоят биохимический центр с каждой стороны вот такая вот небольшая схема из манипуляторов где вот эти три манипулятора все предметы которые идут по кругу сами в биохимический центр запиховывают вот этот пакетный манипулятор отвечает за то чтобы пряный витамиландж засувать биохимический центр ну естественно он расходуется при производстве поэтому он необходим и соответственно здесь существует пакетный манипулятор который весь экстракт витамиланджа обратно помещает в сундук который стоит ближе всего к нему ну и вот этот манипулятор отвечает за то чтобы излишки вот этого экстракта все-таки помещались как-никак биохимический центр ведь это необходимо для производства и такая вот незамысловатая схема не могла работать безусловно без вот этого вот условия что в этот манипулятор максимум может перемещать всего три единицы за раз это нужно для того чтобы здесь не переполнялись ресурсы и мне не приходилось бы ставить еще один манипулятор который бы все это зациклил и поэтому такая вот схема имеет право на жизнь и здесь вот просто растяжены такие биохимический центр в некоторых масштабах все упирается лишь в одну небольшую вещь это в удобрение как бы я не пытался и сюда доставлять это очень крайне делать проблематично они конечно сюда доставляется но тем не менее меня такие масштабы кардинально не устраивают поэтому я решил немножечко вот эту схему расширить поставил здесь большее количество теплиц вместе с модулями скорости вот эту систему по измельчению я вообще не абсолютно никак не менял и потихонечку такая схема ну работает да она работает очень медленно но ничего я абсолютно с этим сделать не могу опять-таки из-за удобрений а удобрение производить это крайне неприятное дело и здесь его реализовывать мне кажется это самоубийство сродни поэтому я буду пожалуй выживать пока что на этом и в случае резкой и крайней необходимости все-таки придется здесь организовывать я посчитал то что я могу все это в принципе здесь делать благодаря пласту ядра которая здесь есть у меня есть нефть есть редкие ресурсы редкие материалы а также есть минеральная вода поэтому по идее здесь мини производство удобрения может быть организовано но это делать крайне неудобно и крайне долго поэтому я постараюсь откладывать этот момент как можно дольше в этой серии как мы и хотели будем продолжать производство следующих элементов а именно третьего вида биологических исследовательских пакетов я более-менее собрал все необходимое для их воспроизводства мне останется лишь сюда вот доставлять стекло принципе я для их производства уже все рассчитал и для начала мне потребуется сделать вот эти вот виталлические реагенты все рецепты для них которые требуются до безумия простых кроме экстрактов этой меланжи и посмотрите просто на масштабы в которых это все безобразие требуется 26 центрифуг я у больше чем уверен у меня просто этого витамилан же хватать здесь не будет учитывая то что часть его тратится на изготовление металлические кислоты а также идет на производство предыдущих видов пакетов поэтому будем размещать в масштабах в которых мне кажется это необходимо размещать а дальше посмотрим как это должно работать я думаю такого количества радиационных центров вместо 26 мне хватит за глаза даже учитывая тот факт что все это производство мы не сможем сюда поставлять даже несмотря на это я буду сюда пускать все эти рецепты по половинам линиям конвейеров изначально ни на что не надеюсь надо конечно же не забыть здесь сделать небольшой запас по то чтобы вдруг у нас ситуация наладится и я смог бы вот сюда вот немножечко это все расширить и пустить более грамотно все эти линии у меня есть уже питательный гель а значит я могу полностью здесь начать производство центров роста вместе с нейтронным гелем нейтронный гель уже использовать вот в этой схеме где нужно помещать центр генетики экспериментальную биомассу и получать важную биомассу давайте попробуем реализовать здесь небольшая схема образовалась по производству вот этих важных биомасс все суда я доставляю дронами пока что я не вижу с этим проблем и вроде как более-менее все это идет в наилучшем виде здесь производится как раз необходимым небе отходы по крайней мере раньше необходимы мне и они также складируются в единую магистрали с этими биоотходами ну а вот здесь вот производится два типа данных в виде данных о радиационном воздействии и данных о декомпрессии и одних все загрязненные биоотходы идут на дальнейшую переработку тем самым облегчив мое производство биоотходов интересный момент то что во всех практически производствах здесь вторичный цикл производства допустим здесь уран-235 расходуется и он же и выгружается отсюда что по-моему очень странно но тем не менее ладно уран-235 здесь уже на орбите имеется поэтому никаких с этим трудностей не возникает останется лишь сделать вот здесь вот небольшую схемку где для начала буду производить вот это вот биоэлектрические данные а также данные о криогенетике у не естественно потребуется плазма и переохлажденная жидкость но я думаю с этим проблем никаких не возникнет сейчас мы это все быстренько сделаем вот они два центра производящие недостающие данные тут очень замудрено все с жидкостями я не понимаю зачем это все нужно было но ладно получается то что здесь потребовалось при 273 градусов охлажденная жидкость а выходит отсюда на выходе жидкость при минус 10 мне пришлось до охлаждать до минус то чтобы она вошла всю систему и и получается здесь вот такая вот схемка уже с финальными данными останется лишь мне получается вот здесь вот до разместить все необходимые трубы чтобы вот этот гипер охладитель производил все в нужном объеме получается что охлажденную жидкость при минус 273 требует вот эти исследовательские сервера сейчас она сюда безусловно подведется и начнутся производиться вот эти третьи исчерпающие битонические каталоги и вот эти и следовательские сервера будут нам производить третьего вида биологически исследовательские пакеты потихонечку-потихонечку это все начинает производиться сожалению я тут немножечко на косячу с центром электромагнетизма но сейчас все это поправил и теперь нужно масштабе производство должно начаться ну и вот они кстати пошли 3 биологический исследовательские каталоги Их мне много не нужно, всего пару штучек, поэтому оставим их в таком масштабе, как они есть И останется лишь все это безобразие вот сюда вот в сервера подвести Сами получаются здесь вот третьи биологические исследовательские пакеты И мы можем таким образом уже начинать производство необходимое нам Получается вот она виталлическая экспоксидная смола, биологический каталог третьего уровня и четвертого уровня соответственно Для того, чтобы производить четвертый уровень, мне потребуется фрагмент ядра, что очень странно Ну и как я посмотрю, все остальное да у нас то есть, кроме наверное вот этих вот расширенных каталогов Тут такой вот нюансик один И как я правильно смотрю, все это безобразие имеется Мы это можем уже производить и возможно за кадром Поскольку это все однотипное получается, я это сделаю, производство четвертых биологических пакетов Чтобы в следующей серии мы могли бы заниматься чем-нибудь более интересным А кстати, вот тут я наблюдаю очень даже интересный момент То, что есть здесь оружейная капсула доставочной пушки То есть я смогу с помощью доставочной пушки доставлять чумную ракету, которая уничтожит абсолютно всю жизнь на планете Ель, отходы, биологический каталог, да все это безумие просто Так что нет абсолютно никаких проблем с тем, чтобы начать это делать Ну а мне ничего другого не остается, кроме как смотреть и наслаждаться всем этим безобразием и всеми этими процессами Пожалуй, на такой прекрасной ноте я буду потихонечку с вами заканчивать Попробую, конечно, всю эту систему за кадром реализовать Тут абсолютно все то же самое, что и было до этого Все дублируется, так что с этим никаких проблем не должно быть И в следующей серии я надеюсь, что мы займемся с вами новыми исследовательскими каталогами И всем спасибо, что смотрели У микрофона был как всегда Ваш покровный слуга Мамору И это Великлепная игрушечка Факториус Модом Кроссторио 2 И Space Exploration Всем удачи, всем пока, пока-пока